Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим вместе с вами домашний, уютнейший, очень вкусный и ароматный пирог. Пирог у нас будет с нектаринами и черникой. Добро пожаловать ко мне на кухню. Приготовим основу для пирога. Возьмем 50 граммов овсяных хлопьев и измельчим их в муку практически. Вот такая должна получиться мука и также измельчаем 50 граммов фундука. В удобной для замешивания теста емкости соединяем 200 граммов пшеничной муки, 3 чайной ложки соли, пол чайной ложечки разрыхлителя для теста, 40 граммов сахара, измельченные овсяные хлопья, напоминаю 50 граммов, орешки измельченные также 50 грамм. Перемешиваю. Вливаем 100 граммов растопленного сливочного масла, 20 грамм растительного масла и 90 граммов сметаны. Жирность сметаны у меня 15 процентов. И замешиваем тесто. Сначала с помощью вилки, а потом немножко домесим руками. Как только все ингредиенты объединятся, больше не вымешиваем, останавливаемся. Тесто может таким быть немножко рыхлым, неоднородным. Сразу же перекладываем его на рабочую поверхность, присыпаем мукой и раскатываем. С таким тестом не очень удобно работать. Если вы хотите, чтобы было поудобнее, можно отправить его на полчасика в холодильник, а потом уже раскатывать. У меня получается и так, поэтому я, чтобы не тратить время, сразу же раскатываю. Наматываю пласт теста на скалку осторожно и переношу форму. И теперь распределяем аккуратненько тесто. И отправляем сразу же его в холодильник на полчаса или же в морозильную камеру на минут 15. Предварительно я наколю тесто вилочкой. Край можно подрезать с помощью ножа или ножика для нарезки пиццы, такого круглого. А можно так вот просто сформировать руками бортик. Это же у нас домашний пирог. Он даже будет так выглядеть более уютным и аппетитным. Но если вы перфекционист и хотите идеальности, то тогда, конечно же, обрезайте. Пока охлаждается основа для пирога, приготовим заливку. 250 грамм сметаны. Соединила с экстрактом ванили. Это у меня домашний экстракт ванили. Добавляю 140 граммов сахара, 18 граммов 1 столовую ложку муки, 2 желтка и 1 яйцо. И все тщательно перемешиваем с помощью венчика. По основе пирога распределяем нарезанные на дольки персики или нектарины. У меня это три нектарина. И еще я добавлю немного черники. Сверху посыпаю черникой. У меня здесь 60 граммов. Вы можете брать по вкусу. Можно заменить, конечно же, другими ягодами. Малиной, например. Тоже очень классно будет сочетаться с нектаринами или с персиками. И выливаем заливку на пирог. И сразу же отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Вынимаем наш готовый пирожок из духовки. У меня он выпекался 45 минут. Вам может понадобиться другое время. Даем ему немного остыть в форме. Затем переносим на блюдо. Такой пирожок лучше полностью остудить, а затем уже нарезать. Тогда начинка будет более стабильная. И его будет легче нарезать. Но я, как обычно, не могу ждать. И разрежу свой пирог. Вот такой красивый и аппетитный кусочек. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!